Писать свой гайд, то я хочу вам посоветовать несколько вещей. Во-первых, обязательно напишите, для чего вы пишете свой гайд. Соответственно, вы играете либо в нормалах, либо у вас там 1600, там хотя бы L ранкет, что можно считать high L в принципе. Либо у вас низкий рейтинг в ранкете. И, соответственно, для разных направлений нужны разные стратегии. Соответственно, пишите сразу, solo top guide. Еще бы хорошо здесь сразу же в заголовке, чтобы люди, которые смотрят весь список тем, где они там, вот, люди сразу смотрели, так, для нормала, нафиг не надо, я мега ранкет плеер. Во-вторых, также хорошо бы сразу роль описать, здесь она описана, solo top guide. То есть, вы пишете гайд для новичков, которые не знают вообще, что, возможно, потенциально вы должны предполагать, что люди, которые будут читать ваш гайд, не знают, кто идет на топ, что об этом идет на мид и так далее. Поэтому, соответственно, советую вам это указать. А в начале хорошо бы вступление, где вы пишете, соответственно, о герое, что он в принципе может. То есть, взять, например, Свейна, про него надо обязательно написать в начале, в самом же начале, что это герой, для того, чтобы в жало тащить solo ранкеты, несмотря на глупых союзников на всех линиях. То есть, герой, который действительно в solo ранкетах, может в одиночку что-то сделать, один в поле воин. Это обязательно надо указать. Если вы пишете гайд про Малфита, то, опять-таки, обязательно надо написать, что в ранкетах этим героям в одиночку не затащить. Вы будете доминировать на топе, но если союзники глупые, вам надо приготовиться к смерти. Вот такие вот вещи надо написать. И полезность этого героя в тем ранкете. Например, если вы пишете гайд про Сиона, то хорошо бы написать сначала, что этот герой просто убийца соло ранкетов и в одиночку может тащить. Но в тим ранкетах он практически бесполезен и контрится вардами. Это хорошо бы писать в самом начале, чтобы люди знали. Так, ну вот я, например, играю исключительно в соло ранкеты. То есть, гайд для... Ой, фу, исключительно в тим ранкеты. Гайд для соло ранкета мне, в принципе, не интересен. Поэтому я на этом моменте бы закрыл и дальше не стал читать. Или, наоборот, стал читать с большим интересом. Текс. Свейн. Да, Свейн хорошо тащит соло. Есть 3-плей 4 на 5. Так мы уже же прокомментили. Ласка, классный гайд. Он его... Бласка, да. Я, кстати, пока не писал еще, к сожалению, топовым игрокам. Но обязательно это сделаю. Напишу всем известным мне топовым игрокам о нашем конкурсе. Потому что призы прикольные и, соответственно, есть возможность у людей выиграть что-то приятное, ну и поделиться своими мыслями. Поэтому среди гайдов будут появляться работы от профессионалов. Сейчас, напомню еще раз, около 70 гайдов выложено, новых только. Еще остались от первого конкурса здесь. Видите, что очень много человек, 19 человек в данный момент смотрят тему с гайдами. Вот. Если вам интересны призы, то это наушники и, в общем, 7 тысяч Riot Point. Так, еще что говорить про гайды. Стрим про чемпионат мира классный. Спасибо. Я еще прокомментирую про чемпионат мира. К сожалению, видите, так получилось, что известный или неизвестный вам портал захапал, какие можно права для стримов. Я общался даже с президентом федерации, еще один президент, еще одной федерации, в данном случае не ГО, а в данном случае это Компьютерный Спорт России. К сожалению, он не смог добиться, чтобы наш портал, или не захотел, чтобы наш портал освещал чемпионат мира по Лиге Легенд. Нет, соответственно, мы не могли стримить, и поэтому вы стримов, в принципе, качественных не увидели. Спасибо порталу, одному порталу по Лолу. Ну, не только по Лолу. Вот. Соответственно. Но зато мне никто не помешает записывать для вас видео, этим я занимаюсь. Вот видео. С чемпионата мира, там где Ходшот за Скарнера тащит. Тащит в прямом и в переносном, кстати, смысле. Опять топеры все соберут. Так почему топеры, где топеры? Где, когда? Много тут чего есть. Не отопи. Ну, кстати, да, очень много топа. Тристана. Тристана просто няша. Гайдов про Валибира очень много. Ну, то есть, соответственно, давайте посмотрим, что вам предлагает Валибирщины. Сдавайте вопросы по конкурсу гайда, потому что сложно что-то конкретно рассказать. Так, Суэйн. Это уже было. Есть ли гайд на лесу? Уже нет. Гайда пока еще не написали. Но, надеюсь, сегодня, ну, завтра, скорее всего, выложат перевод спотлайта по этому герою. Как спойлер добавить? Кто-то писал. Кто-то писал про спойлер. Спойлер, спойлер. В комментариях к кому-то гайду были, я, честно говоря, сам не знаю. Сейчас спросим, спросим, спросим. Сами я гайды, к сожалению, не писал. Сейчас спросим человека. Либо другой вариант есть у меня. Зайти и самому посмотреть. Зайти и самому посмотреть. Надо бы только знать, что здесь писать. На, фиг мне. Что же делать, что же делать. Нет, фиг мне. Ну, ладно. Может, кто-то, кстати, в комментах напишет. Стакой целью Фидла, второй скилл с маг-вампириком. Дэджи дамаг, да, вроде как, должен стакаться. Если нету каких-то конкретных оговорок рядом с ним. Есть гайды с видео, комментами один хоть. Да, есть. Есть гайды с видео, они там. Но, большинство видео обещают выложить позже. Но видео это хорошее дополнение к комментам. Где можно протестировать разметку? Нажми предварительный просмотр. Закончить ли гайд по обзору саппортов? Сложно ответить на этот вопрос. А вот. Слева читать дальше в окне. Редактирование. Ну, вон. А ты не помнишь? Вон, видите, кнопочка читать дальше. Ну, это человек, который победил в первом конкурсе гайдов, написал между конкурсами несколько отличных статей. Так. Как будут оцениваться гайды? Гайды будут оцениваться по своей информатичности, информативности и, соответственно, полезности для игроков. То есть, насколько... Основная гайда, основной гайда что? Не история, не какие-то такие мелочи. Да, она не помешает. Но основной все-таки в гайде является передача опыта. То есть, например, сыграв... Вот вы взяли Удира. Некоторые даже не знают, что у него нет ульты, в принципе. И все четыре обычных спыла. Вот. И сейчас, после того, как сыграли за Удира много матчей, вы ввели идеальные две схемы. Во-первых, на топ лучше всего идти с Тигром. В джунгли с Фениксом. Это уже две вещи, которые хорошо бы смотрелись в гайде. Во-вторых, если вы играете за Удира, например, в джунглях, у вас должны быть какие-то моменты продуманные, когда надо выходить и гангать. И у вас появляется этот опыт после того, как вы сыграли энное количество партий из этого героя. И, соответственно, вот это вот тоже было бы хорошим в гайде, если объяснялось то, что можно понять только после большого количества матчей. А вот, экспант. Вот видите, тег экспант. Но здесь только... Вот. Соответственно, только после большого количества матчей у вас выработает опыт, когда лучше обычно обращать внимание на гайды. Мой гайд с видео. Ну вот, давайте немного рекламы гайды какого-то человека. Лебланка. Обманщица. Видите, она обманщица. И вот человек сразу честно пишет, это нормал. Ребята, я на ранг и да не посягаю, но большинство игроков-то играет нормал. Так что, если гайд только для нормалов, это не значит, что он плохой. Соответственно, если в гайде будет информация, как побеждать и в нормалах, и в ранг и дах, его информативность будет выше. Конечно. А как оценивать? Соберу жюри. Соберу жюри авторитетных, знаете, людей, которые не участвовали в этом конкурсе. Спасибо, а то гайд огромный пошаг. Так, отлично. Теперь я знаю, что у Дира нет ульты. А, отлично. Кто будет оценивать? Соберу людей каких-нибудь, я же говорю, которые авторитетны для вас, но не участвуют. Возможно, попрошу руководителей сайтов, партнеров, например, крупных порталов, шурша в жюри. Ну, если он гайд писать не будет, то можно. В прошлый конкурс я собрал действительно людей. То есть, например, дурачок в тот момент очень много стримил, но я его не брал, естественно, в жюри, потому что он писал сам гайд. Те, кто не имеет, собственно, заинтересованности. Так как, в принципе, если не будет никто из близких мне даже онлайн друзей писать, то я также пойду в жюри. Если кто-то там, типа, шурша, дурачка напишет гайды, то я в жюри не пойду, так как, соответственно, буду... Это будет дурачок и шурша. Не знаю, дурачок может сам гайд напишет. Было бы, кстати, неплохо. Ну, если ты напишешь по своему опыту, как флеймящих союзников, как остановить флейм союзников и сказать, что я затащу, и при этом, чтобы не было ливеров и троллей у тебя в играх... Почему дурачок? Так он уже сменил ник, но все-таки... То, соответственно, гайд будет иметь какой-то смысл. Так. Шурша, дурачка. Лебланка считает кена персонажем женского пола. Ну, да. Пашка. Оценивать это уже сказали. Какие еще вопросы по гайдам? Можешь подсказать, настроил эксплисию, работает звук микрофона, идет за скайп, идет... А музыку, которая у меня играет, не слышно. Для этого... Если у тебя семерка, то, соответственно, включай колонку вот эту вот. Если у тебя Windows XP, то тебе придется включить стерео микшер, который был включен у меня сейчас. То есть, заходишь сюда, параметры, свойства. Ну, тыкаешь два раза на колонку, параметры, свойства. Здесь input, там либо входное устройство, либо что-то еще. И у микшера убираешь галочку выключить. Тогда будет идти звук. Так. Как новый плеер? В смысле? Готово снять часть гайда. Осталось снять видео с отдельными ситуациями. Можешь посоветовать более-менее на вам брога для записи видео только для Лола. Так, ребятки, ну что же вы не умеете читать? В конкурсе гайдами. Уже ушел оттуда. Вот, смотрите. В конкурс гайдов здесь, внизу, я специально расписал полезные ссылки. Видео можно записать в программе Xplit через Local Recording. Гайд по этой программе. Все, что надо людям. Все собрано. Сам старался, все собирал. Так что не надо говорить, что я должен записать видео. Вадим, победитель только один. Нету вторых-третьих мест. Нет, как нету вторых-третьих мест? Ну, возвращаемся опять-таки к новости. Первое место, второе место и третье место. К тому же еще победит, будет еще одно призовое место на лучший комментарий к гайду. То есть, на дополняющий какой-то комментарий, который может фактически самому... Ну, лень кому-то писать гайд, он напишет какой-то комментарий дополняющий, где напишет все основные минусы гайда, как залатать те дыры, которые допустил автор, ну и так далее. Также человек получит 839 РП. Ну, конечно, приз за первое место, кстати, намного лучше, как вы видите. Вот, так что приз за три, еще лучше комментарий. Но лучший комментарий, конечно, будет выиграть сложнее, потому что гайдов, например, будет в итоге штук 100, а комментариев оценивающих будет штук 400. Соответственно, конкуренция больше, а призовых мест меньше. Как гайди пристанно расстанешь, я не знаю. Вадим, что знаем про Виктора, анонсы в студию. У нас есть новость, как у нас появляются все свежие новости Лола, соответственно, вот у нас есть... Заходите в новости, League of Legends, Вон Виктор, не анонсированный чемпион. Я уже его сегодня обсуждал и сказал, что считаю его немножечко имбалансным. Возможно, я не прав, но что-то по первому взгляду такому, мне кажется, что он слишком уж какой-то мощный. Виктор – это неанонсированный герой, который уже есть в клиенте. Вадим, есть разговор по стриму, можно в ВКонтакте переговорить. Ребята, я прошу вас не писать мне в Скайпе, ВКонтакте, есть 5-4-й хаос, где вы можете задать мне вопрос любой сложности, если я буду в силах, я на него отвечу, поэтому, пожалуйста. Мне очень много добавляется в Скайп людей, которые задают фактически одни и те же вопросы, и что самое обидное, чаще всего я в них отвечаю на своих гайдах, то есть в гайдах по стриму и так далее. То есть 5-4-й хаос, задавайте, что хотите, отвечу, если знаю, конечно. Значит, сразу нерв. Такого не выпустили еще, может быть, те цифры уменьшат. Остается все-таки описывать саппорт Шака, соло мид Шака. Если ты опишешь все эффективные варианты в гайде, то это будет хорошо, но саппорт Шака вряд ли эффективен, в принципе, когда конец света. Я думаю, это так... Ну, либо через миллион, либо где-то через 30. Вот, так что два варианта. Не пойму новую зимнюю карту. Там как-то можно вроде как выбрать в настройках, кто гнобит тренду. Человек, который собирает армор, фактически. Берете там за ерелию какой-нибудь фонарь, фонарь и даже ботинки, и он уже ничего сделать не может, соответственно. Бобер, то есть этот, как он там, удир, в миру удир. Варвик, в принципе. Варвику, конечно, не так-то легко будет, но Варвик тоже более-менее. Так, ну что, вопросы уже заканчиваются. Читайте гайды, участвуйте в этом конкурсе. Тут много вкладок понаоткрывал я. Вот. И просьба какая? Проверяйте ошибки хотя бы в варде, потому что, ну, запарили меня гайды с миллионом ошибок. Вот, гайд... А, Шака и Юзлис. Вон. Гайд в бесполезном у Шака тоже очень большой. А вроде человек его собрался под спойлеры прядать. Вот. Ну, соответственно, да, спейлы, то есть, естественно, если вы напишите только два глобал спела для своего героя, практически нету героев, за которых есть два возможных спелл. Ну, вот, исключение совсем малы. Например, Картус. Картус разве что, которому нужен экзост флэш. И то, может быть, когда-то... Не, на телепорта совсем уже извращенный вариант. Ну, да, вот Картус. Картус с экзост флэшом. Ну, и то можно там взять что-то, например, Сурдж для того, чтобы больнее долбануть ультой для другой линии. Так что и то, да, даже Картусу... Вот, то есть, хорошо бы описывать несколько разных вариантов. Здесь просто много чего. Но минус этого гайда, видите, здесь только тонкий шаг описан. Ни одного айтема на живучесть замечено не было. Самый серьезный айтем на живучесть в данный момент это лампа с броней и модреды опять-таки с броней. Вот. И здесь хп реген. Это самое... Единственное, что взято из ветки дефенс здесь. Ну, и не описано тринькоп как... Хотя это очень хороший вариант для шака. Но это так. Вот, видите, зато много видосов есть. Просто много видосов. Здесь спойлеры, конечно, не помешают. Продолжение следует. Очень много видосов. Это хорошо. Видос можно ставить прямо просто тупо по ссылке с ютуба на видео. То есть, вот как ссылку вот эту вот копируете и все будет ок. Прямо в гайд. Вот. Вот-вот. Так. Сострим по старкрафт 2. Не пользуются они популярностью. Никто их не смотрит, поэтому никто и не стримит. Я не считаю шака в лейте хорошим. Вряд ли ее кто-то считает в лейте хорошим. Хотя. Так. Работают заклинаниями. Да вроде нет. Только с физатак. Ссылка на стримеры. То есть, то бишь, геймлист. Геймлист. Непонятная цель, что. Я не понимаю твой язык, к сожалению. Смотри, какой шака. Не, ноктюрн будет пополезнее. то есть, опять-таки, шака в соло ранке в лейте очень силен. Все равно. Шак, если он не тонкий. Например, после первого этого на дамаг, после кого-нибудь там, Блэк Кливера или Инфиньки, у него собрано вармокатно. Он не бесполезен. Так, теле Лиса, по-моему, ОП. Сегодняшний, сегодня я даже комментил игру. Давай, сгул, смотрите. Мне, ребятки, я с вами уже 4 часа почти, и я, наверное, ухожу. Отвечаю на последний вопрос. И сегодня был и вот с Лисой, и 2 часа го, и чего только не было. Тебе перевод Арии еще нужен? Просто вначале хаос, посмотрел спотлайте, что вроде уже есть. Да, еще нужен, потому что тот перевод, который скинули, мне не очень нравится. Хотя, смотря, когда скинешь. Если скинешь сегодня, то нужен. Не бросай нас. Так у вас, Пашка, у вас Один. Чем-то украшать гайд или лучше гайд был более информативный? В первую очередь, информативность. Но, кстати, я заметил, что некоторые из жюри все-таки смотрят на оформление. Если не будет никто из близких мне человек в онлайне писать гайды и буду оценивать я, я на вот такие завитушечки смотреть, например, не буду. Для меня главная информативность. Все-таки гайд должен быть удобно информативным и удобно оформленным. То есть, если это у вас сплошная лента текста, вот такая, без картинок, без видео, и так, какой бы он ни был информативным, читать неудобно. Когда будешь играть и делать стрим. Вряд ли когда-нибудь буду, к сожалению, вообще не хватает времени. Очень серьезная беда со временем. То есть, я уже за последние дни сыграл только один раз, по-моему. Как это понять? Это собачка. Это собачка. Это электронная почта. Возможно, кто-то из более молодых ребят, тем, кому меньше, там 15, не знают, что есть такая средства общения, как электронная почта. И здесь указана именно она. Кем ты работаешь? Работаю я в интернете, развивая этот самый сайт, геймзет, тратя на него все свое свободное время. К тому же, я еще, когда есть ученики, сейчас, правда, нету, работаю репетитором физики и математики, мне это очень нравится. Сейчас, к сожалению, нет учеников и нет времени их искать. Хотя, я бы с удовольствием, если бы у меня был один ученик, с удовольствием бы им занялся. Но, одного я уже научил, а ко второму слишком далеко ездить, поэтому отказался от него. Вот. Я знаю, что такое собачка, нельзя было именно ее написать. Ну, подумай, что вряд ли, моя цель издеваться над пользователями сайта. Просто различные спам-штуки очень любят, ну, ищут интернет на наличие собачек. И ты, наверное, видел, что на большинстве сайтов никто не пишет свое мыло просто так. Пишут либо картинкой, либо как-то еще. В четвертом курсе радиофизики. Не, я учу только школьников. Кстати, я тоже радиотехник по специальности. Вот. Но учу я только школьников. Я могу написать все эти сборки для шака. Но просто не успеваю. До 5 декабря ты не успеваешь? Конкурс гайдов или там до 6? Я уже не помню, что я написал. Писал я, так что от них до... Сейчас. До 6 января времени. Я думаю, ты успеешь. Сегодня никакой. 16. У тебя осталось 21 день. Не успеваешь? Идет с озвучкой просто игры, комменты или свой стрим на гейм-лист выкладывать. А! Те, кто хочет мне прислать стрим для... Ну, запись своего стрима для ознакомления, запишите просто час своей рядовой трансляции, чем вы собираетесь развлекать людей, чтобы я понял, унылый комментатор или нет. Интересно ли он говорит, шарит ли он, как он играет. Просто вы играете час и это дело пришлить. Желательно без всяких... Ну, запись начните, когда уже игра начнется. То есть, без всяких там поиска. от вас там 1800 лов 3 на 3 и вы ищите игру полтора часа сразу. Вот началась игра, пустили запись на Огнде. Размер еще в два раза тому подобному гайду про Ривен. Увеличил размер еще в два раза тому подобному гайду про Ривен. Кстати, если ты человек, который писал гайд про Ривен, скажи, мое увеличение размера помогло, я увеличил что-то там с 600 до 900, по-моему, килобайт. После этого ты смог больше написать? Чудо, кинул парня. Я на четвертом курсе. Не, я сам по образованию радиотехник, но студентам я не преподаю. Давно не играл, господа интересуются, ты скилл не потеряешь. Так, у меня никогда не было скилла контроля жесткого, такого сильного. Я как был аналитиком, так и остаюсь. Но я надеюсь, что в ближайшее время будет побольше времени. Ну, то есть, понятно, что я не смогу себе позволить обычные новогодние каникулы, если на две недели не буду ничего делать на геймзете, то придает хаос полный. А так-то, я думаю, поиграю. Не переживай за мой скилл. Так, стоит ли написать такой огромный гайд про Шака? Я же тебе говорю, чем подробнее, тем лучше. Спойлеры решают. Спойлеры и хорошо обозначенные заголовки. То есть, там, гайд для тех, кто хочет саппортить за Шака. Никто не хочет саппортить за Шака. Не, ну, это совсем уж неправильная вещь, потому что саппорт Шака абсолютно не нужен. Но просто спойлеры позволяют тебе добавлять сколько угодно информации, чтобы людям не было скучно. Как контрить Гаррена на соло топе и кем? Ну, да, во-первых, Йорик. Во-вторых, Гарин очень серьезно контрит первый ганг. То есть, если Гарин сейчас учат через первый спелл и не могут снимать крутилкой замедления, соответственно, вы берете Насуса и какого-нибудь гангера или снова. И на первом левеле с замедлением сразу же приходите и вы убиваете. Повлияй на Монку, Вадим Грррр. Повлиять на Монку крайне сложно. Кумрэйн, в немском я живу. Много заявок на вакансию стрим. Раньше было много, но пока программисты осилили этот модуль, уже мне приходится самому писать всем. То есть, так-то у меня уже была готовая база стримеров, но, к сожалению, уже все забили, приходится снова общаться. Так, место-то увеличилось после того, как я что-то сделал, после того, как я в настройках похимичил, ответь, пожалуйста, и я уже ухожу. Да, можно гаги-кеном, гп посильнее будет в начале. А что-то себе 7. У меня есть 7, но я не привык к ней и не языкьюзаю, играть не пойду. Джошуа Лайт. Нет, ну, значит, настройки форума IPB это жесткие дебри. Я не знаю. Можешь, кстати, сам мне загуглить и рассказать. Что, что все это? Вот у нас стоит 2.3 IPB-версия. Вот как там увеличить размер сообщений? Блин, как я вас ненавижу. Капчи. ДКК 7П. Вот. Все, короче, я сворачиваюсь. Запись будет. Смотрите Го. Я рад, что вы были со мной. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя развлекательная программа. Насчет Го в будущем посмотрим. Видео оффлайн уже отвечал на этот вопрос много раз. Если стримеры будут вести свой блог, им будет лень. Спасибо, Вадим, пожалуйста. Ну все, всем счастливо, ребятки. Всего вам хорошего. Хорошего.